Что эти энты себе позволяют? Они уничтожают все войска в Баннерлорде, в модификации The Old Realms. И сегодня я собрал тысячу воинов, в общем, сегодня я собрал войска в тысячу человек, из них половина стрелков, половина конных всадников, и сегодня с помощью нового интересного мага мы постараемся уничтожить этих энтов, и, надеюсь, у нас это получится. Поэтому, добрый день, дамы и господа, всем добро пожаловать, сегодня какие-то собачки бегают. И мы приступаем, начинается жесткое сражение, кавалерия уже вступает в бой, энтов сегодня у нас не тысяча, а энтов около, по-моему, 80, что ли, или 60 я сделал, плюс там небольшие дриады, плюс еще, естественно, там этот самый лорд лесных эльфов, который, собственно говоря, помогает этим энтам. И сегодня, я надеюсь, у нас получится дать немножечко по их деревянному заду, потому что энты реально имбалансные. Вы посмотрите, что происходит справа в чатике. У нас просто сотнями, если не... Ну да, прям сотнями почти ложатся мои воины отдыхать, потому что энты выносят их, причем не оглушая, а прям, прям реально выносят. Дамаг, конечно, колоссальный. Это у нас, кстати, новый маг, я вам немножечко про него не рассказывал. В общем, металлический немножечко маг, у него тут способности есть, я чуть позже про него, если хотите, сделаю разборочку небольшой способности, обзорчик новенький. Но все это будет, скорее всего, у нас в следующем ролике, где я сделаю полноценный обзор на обновление. И я вам скажу, ребята, тысячу человек хватило, чтобы развалить 66 энтов, плюс дриад, плюс еще кого-нибудь. Я очень удивлен, неплохо. А что если кавалерию убрать и попробовать только стрелков? Давайте проверим. Мне стало интересно. Все-таки я люблю делать ролики, люблю делать битвы, кто сильнее. И давайте само собой проверять, смогут ли тысяча стрелков. Представим, что у нас здесь несколько армий, несколько лордов объединились, и у нас только одни стрелки. Мы, грубо говоря, договорились стрелков брать. А против нас энты. И почему в этот раз их не тысяча, например, да? Почему, вы спросите? Да потому что буквально даже у самых прошаренных лордов, эльфов, даже, что, не знаю, у лидеров, там у нас есть сейчас новая система. Они энты набираются с помощью некой валюты эльфийской, то есть там специальные лепесточки. И в день, ежедневно, энты, скажем так, потребляют эти листочки, грубо говоря, как оплату. Если мы обычным наемникам платим деньгами, то энтом мы платим листочками. Как я понял. Я могу, конечно же, ошибаться, могу неправильно сказать и сформулировать свою мысль, но до этого и не важно. И, в общем, представим, что сегодня против нас максимальное количество энтов около 60-70. Ну, плюс-минус. Опять же, не считая дриад и не считая, грубо говоря, самого, естественно, лордом. Так, ну и в принципе, я вам скажу, что с моими бафами, с моими всякими заклинаниями наши чуваки начинают выносить. Но, опять же, это пока не подошли энты, и вы только что можете видеть, как наши стрелки завалили некоторых наших стрелков, потому что у нас есть чуваки с мортирами, и они просто разрываются в щепки, и, ё-моё, там чувак слева просто разорвало его на части. Какой ужас. Это даже немножечко страшно оказалось. И энты, в принципе, я скажу, что они раскрошились. Боже мой, обалдеть, они реально раскрошились. Мне даже немножко вас жалко. Хотя нет, не жалко. Наконец-то мы вас завалили. Отлично. Вот, в принципе, и ключ к победе в грядущих прохождениях. И, надеюсь, вам тоже понравилось это, ребята. Мы развалили толпу энтов. Можно, в принципе, в будущем попробовать их чуть больше, но есть у меня ещё пару мыслей на грядущие, скажем так, сражения. Ну, а на этом у меня сегодня всё. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. Увидимся, услышимся на полях сражений. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok